Задолженность по заработной плате в регионе по состоянию на 16 марта текущего года составляет более 50 миллионов рублей. Крупнейшими неплательщиками по-прежнему остаются Наринмар Сейсморазведка и Наринмар Строй. Основная причина наличия долгов по зарплате – дебиторская задолженность перед вышеупомянутыми организациями. То есть фактически Наринмар Сейсморазведка и Наринмар Строй ждут поступления денежных средств от компаний, которые им задолжали. Только в этом случае заработные платы будут выплачены в полном объеме. О планируемых сроках погашения говорили на заседании Межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений и ликвидации просроченной задолженности по оплате труда. К ответу пригласили руководителей организации неплательщиков и их дебиторов. Не успев выбраться из списка должников, Наринмар Сейсморазведка попала туда снова. 15 февраля текущего года открытое акционерное общество полностью погасило просроченную задолженность, которая накопилась у организации за несколько месяцев. И уже 15 марта опять задолжала своим работникам. Без зарплаты остался 691 человек. Срок задержки всего один день, но законодательство всегда стоит на стороне работника. Этим вопросом оперативно занялась прокуратура Неницкого округа. Результаты проведенного анализа деятельности ОАО Наринмар Сейсморазведка показали, что причиной возникновения задолженности по заработной плате явилось в том числе отсутствие надлежащего контроля за деятельностью общества со стороны ОАО Геотек Сейсморазведка, которое приняло на себя полномочия органа управления предприятием, обязанность по соблюдению и обеспечению в нём норм трудового законодательства. В целях устранения нарушений закона прокуратурой округа было внесено представление генеральному директору Геотек Сейсморазведка. О ситуации с погашением задолженности по оплате труда доложил замдиректора Сейсморазведки Александр Салтыков. По его словам, 48% от требуемой суммы работникам предприятия уже выплачено. До сегодня, до конца дня, определенный ряд проблем со связью, с людьми, с интернетом достаточно медленно работают. Но сегодня не обещали до конца закрыть полностью все задолженности погашены. По-прежнему в списке неплательщиков заработной платы числится и Наринмарстрой. Предприятие задолжало своим работникам почти 8 миллионов 980 тысяч рублей, в том числе почти 6,5 миллионов 117 уволенным работникам. Причина задолженности – отсутствие финансовых средств. К настоящему времени деятельность Наринмарстрой практически парализована. Основное имущество продано, большая часть персонала сокращена с сохранением в течение полугода заработной платы. Предприятие сегодня не имеет никаких объемов работ. На оставшееся имущество наложен арест и плюс ко всему есть дебиторская задолженность, которую пока истребовать никак не удается. Частично решить проблему с задолженностью по оплате труда поможет продажа двух квартир, с которых приставы сняли запрет на продажу. По двум квартирам нам было должны 3 миллиона рублей, потому что люди, которые эти квартиры выкупают, они большую часть стоимость этих квартир оплатили по договорам аренды долгосрочной, которые были заключены достаточно давно. У нас есть материалы на складах, есть два здания, здание административное, в котором мы находимся, здание общежития на Меньшиково. У нас есть техника, то есть имущество есть, вопрос в его реализации. То есть сейчас вся реализация только согласие наблюдателя. Внешний наблюдатель, о котором упомянул Александр Кирьянов, уже назначен. Таким образом, арбитражный суд Архангельской области ввел в отношении Наринмарстроя процедуру наблюдения. Согласно российскому законодательству, ее целью является обеспечение сохранности имущества должника и проведение анализа его финансового состояния. В период наблюдения арест с имущества предприятия будет снят. Производство по исполнительным документам приостановится, и Наринмарстрой получит возможность работать. Это, по мнению суда, будет способствовать исследованию истинной картины финансовых возможностей Наринмарстроя и перспектив его жизнеспособности. Рассмотрение дела об итогах наблюдения назначено на 28 июня. Период наблюдения может закончиться в арбитраже, либо заключении между кредиторами и предприятием мирового соглашения, либо признанием должника банкротом. Напомню, производство по делу о банкротстве Наринмарстроя возбуждено 5 ноября. На свои неплатежеспособности настаивает в первую очередь само открытое акционерное общество и ряд его кредиторов.